МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Они отличились каждый в своих сферах. Тех, кто своим трудом принес пользу республике, наградили сегодня в Доме дружбы. В новом году новые тарифы. Мобильный интернет подорожает на 25 и более процентов. Главные экспонаты – неряхи, гламурные модницы и сварливые старики. В Махачкале открылась предновогодняя выставка «Кукла-град». 50 государственных наград получили сегодня в Доме дружбы, отличившиеся в различных сферах деятельности дагестанца. Вручал почетные ордена и знаки Владимир Васильев. Далее расскажет Хадижа Курбанова. Смелые, отважные, ответственные и добросовестные. Каждый из собравшихся в этом зале имеет свою заслугу перед Отечеством. Здесь и педагоги, и врачи с многолетним стажем работы, деятели культуры, многодетные матери и труженики производства. Я лично разделяю позицию, что счастье – это не результат, это состояние. Состояние решать задачи, бороться с болезнями, простить детей, добиваться результата. Иногда не сразу, но тема цельнее становится. В этом кругу я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы демонстрируете реальный, живой пример всего Дагестана, всех поколений, как можно решать. Глава республики отметил, что люди, которые достойно представляют свою родину, заслуживают самого высокого признания и поощрения. Так особое внимание Владимир Васильев уделил поступку двух дагестанцев, спасших пятилетнюю девочку, выпавшую из окна. Это произошло в декабре. Мужчины, невзирая на последствия, кинулись спасать маленькую дагестанку, чья жизнь оказалась буквально на волоске. Я бы хотел выразить благодарность нашему главе Дагестана за то, что вручил нам такую высокую награду. Мы не думали, что нас вот так гласят, что вот так нас присутствуют. Мы очень этим гордимся и хвала Аллаху, что вот так. В числе награжденных и деятелей искусства дагестанцы, чье имя прочно вошло в традиционную жизнь республики. Те, чей труд способствуют сохранению самобытности и культуры Дагестана. Почетным знаком отметили и сотрудницу телеканала ННТ Гулер Камилову. Я считаю, что это довольно высокое признание моего скромного труда, может быть, за какой-то определенный период моего творческого пути. Все равно очень приятно. Когда получаешь такое признание, это, конечно, обязывает еще к чему-то. Обязывает, может быть, еще больше работать, стараться. Во благо Дагестана, во благо России. Поощрение отличившихся дагестанцев стало доброй традицией. Как отметил Владимир Васильев, это хороший стимул. Работать лучше в новом году. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Виновные в обрушении моста в Буйнакске будут наказаны. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и изымают техническую и служебную документацию. Напомню, накануне, во время заливки бетона, обрушился мост, в результате чего пострадали трое рабочих. Сейчас они госпитализированы и расследование уголовного дела продолжается. Бывший начальник отдела ГИБДД по Буйнакскому району Кази Казиев предстанет перед судом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. Напомним, в октябре этого года подозреваемый преградил Газели путь своим автомобилем. Он грубо требовал от водителя предъявления документов на транспорт, после чего извлек ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на проезжую часть. Избив водителя, подозреваемый сел в свою машину и уехал. В ближайшее время дело будет передано в суд, так как следствием собрана уже достаточная доказательная база. Подарки от министра. В канун Нового года Абдурашид Магомедов посетил школы-интернаты в Махачкале и Ленинкенте. Генерал-майор полиции вручил детям подарки от республиканского МВД. Продолжит Камиль Девятов. В школах республики в эти дни проводятся утренники и новогодние мероприятия. А в школах, где обучаются дети с ограниченными возможностями, праздника ждут особенно. Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка и подарки от министра. Дети рады, а значит праздник удался. Я хотел бы всех вас поздравить с праздником, с Новым годом, пожелать счастья, удачи, хорошей учебы. Пусть Всевышний сотворит чудо и все проблемы, которые у нас есть, и моральные, и физические, и какие бы ни были, чтобы они одновременно присчались. Вместе с министром в гости к детям приехали начальники управления по работе с личным составом МВД по республике Дагестан Сахават Сахаватов, а также председатель совета ветеранов МВД Магомед Магомедов. В каждом из интернатов для приглашенных гостей школьники подготовили театральные представления и танцевальные программы. Камиль Девятов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И плохая новость для интернет-зависимых людей. С Нового года подорожает мобильный интернет. При этом увеличение платы у разных сотовых операторов произойдет по-разному. Так, у некоторых тариф мобильного интернета может вырасти от 25%. Часть компаний заявила, что постарается сделать все возможное, чтобы удержать рост в рамках 10%. Около 300 паломников из разных регионов России вылетели в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа. Рейсы организованы из Махачкалы, а также из Грозного. Всего поездка продлится две недели, восемь дней из которых паломники проведут в Медине и пять дней в Мекке. Мусульмане совершат не только обязательные обряды малого хаджа, но также посетят исторически значимые места. Паломникам будут предоставлены комфортабельные гостиницы недалеко от главных мечетей. Как отмечает единственная аккредитованная в Дагестане хадж компания «Марва», количество паломников в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Хадж человек обязан совершать один раз в жизни. И после этого, допустим, фактически для Айбадата, чтобы максимально человек больше Айбада сделал, легче во время Умры. Я, допустим, сам лично тоже, допустим, я сейчас еду только на Умру. И всем, кто люди, допустим, до этого был, тоже советую, чтобы ездили на Умру. Арабский язык – неотъемлемая часть дагестанской культуры. О том, какое он значение имел в истории Дагестана и как влиял на развитие науки в республике, обсуждали в Гуманитарно-педагогическом колледже. Подобное мероприятие уже проводится седьмой раз подряд. И в нем принимают участие ректора вузов, доктора наук и религиозные деятели. Конференция была проведена с целью обмена опытом и координации научно-практических исследований в области преподавания. Также обсудили и современное состояние языка в Дагестане. Были предложены информационные технологии для улучшения качества его преподавания. Стоит отметить, что отличительной чертой этого учебного заведения является наличие религиозных дисциплин, преподаваемых именно на арабском языке. Сейчас пишем, читаем на русском языке, примерно 100 лет больше, на арабском языке. У нас культура более древняя, уже седьмого века. Мы, наши предки, изучали арабский язык, писали на арабском языке, составлялись книги, рукописи. У нас есть огромный класть духовной культуры, которую мы должны изучать. И без знания арабского языка это нереально изучать. В Махачкале открылась предновогодняя выставка «Куклоград». В этом году проект отмечает свой первый юбилей – пять лет. Проходит он под маскарадную тематику, собрав в одном зале все разнообразие кукол. О любителях этого вида декоративно-прикладного искусства Патима Тханапова. На полках чина и благородно сидят куклы. Простецкие ситцевые, пафосные парчевые, шаржа, металла, дерева и даже из клавиш клавиатуры. На то, чтобы смастерить всю эту интересную компанию, умельцев ушло немало времени. В итоге получилось все как в жизни. В качестве экспонатов куклы-неряхи, гламурные модницы и даже сварливые старики. «Выставка – это наш первый юбилей, нам пять лет. То есть мы вышли, выросли из коротких штанишек. Мы такая серьезная, солидная организация. Для выставки «Пять лет» – это действительно очень серьезный возраст. Мы еще в прошлом году вышли на международный уровень. В этом году мы стали более профессиональными. Если раньше мы собирали вокруг себя просто любителей что-то делать руками, то в этом году большая часть наших участников – это люди, которые занимаются куклами профессионально. Каждый зритель находит в этих работах свой смысл, свои эмоции и состояние души. Все эти творения – объект пристального внимания. В поисках нетривиальных идей в кукол сматриваются самые главные судьи – посетители. Честно сказать, я вообще в восторге. Меня поразило все это. Обилие, в общем, красок, эмоций. Я чувствую, что автор, каждый автор вкладывал частичку своей души в каждую эту куклу. И посмотреть на даже выражение их лиц, на техники – это очень интересно. Прочувствовать настроение автора, его душевные переживания. Вот отражается даже в ткани, которую он использует. Как он расписывает, с какой душой. И чувствуется, что он относится как к ребенку, к своему творчеству. Галина Муратханова принимает участие в «Куклограде» со дня его основания. Ее экспозиция «Два рыжика» на выставке презентуется как ретроспектива. Притом данные персонажи также являются героями афиши. Однако Галина не считает ее лучшей своей работой. Любимая кукла у нее другая. Ну, она получилась такая, с характером. Почему? Вот вы считаете, что она с характером? Ну, такой взгляд обиженный. Хотя, ну, опять-таки, была задумка сделать обиженную, но немножко другую. Получилась такая? Ну, получилось. Интересно работать, осваивать какие-то новые материалы. Опять-таки, в обыденной жизни с этим не столкнешься. Вот я пробовала технологию изготовления обуви. Вам в техническом плане нравится, как она получилась? Больше даже, чем в смысловом? Ну, да, конечно. Как-то Юрий Августович сказал хорошую фразу, что художник создает форму, содержание придумывая зрителей. У «Куклограда» большие планы на будущее. Раскрывать секреты организаторы не спешат, но обещают, что в последующие годы все будет более масштабно и многогранно. По тематам Канапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Борец греко-римского стиля Гаджмурат Джалалов стал серебряным призером клубного чемпионата мира, прошедшего в Иране. Дагестанский классик выступал там в составе команды «Легион» из Саранска в весе до 82 килограмм. Мордовский клуб на предварительной стадии выиграл у соперников из Грузии, Киргизии и Украины. А в финале соревнований борцы из «Легиона» уступили местному Бимехрази. По одной серебряной и бронзовой медали выиграли дагестанские тэквондисты на чемпионате России, который накануне завершился в Рязани. В шаге от победы в весе до 63 килограмм остановился Руслан Алиев, а Амар Магомедов довольствовался третьим местом в категории до 87 килограмм. Теперь оба спортсмена имеют шансы на попадание на чемпионат мира, который пройдет весной следующего года в Манчестере. Для участия в нем нашим спортсменам надо победить на отборочных турнирах в Турции и Словении. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова